Съемки в клипе в два раза выше, чем компенсация за участие Шурыгиной в телешоу «Пусть говорят». Источник уточнил, что, скорее всего, школьница примет предложение. Девушка стала известна после программы «Пусть говорят» на Первом канале, где поведала историю ее изнасилования на вечеринке. Она появилась в нескольких выпусках ток-шоу. После этого Шурыгина стала настолько популярной, что в Яндексе ее стали искать чаще, чем Путина и Медведева. Московский «Спартак» собирается проводить детские тренировочные лагеря в Китае, заявил специалист коммерческого отдела клуба Глеб Пилявский. По его словам, в 2016 году пилотный проект оказался успешным. Поэтому с каждым следующим годом будет все больше лагерей в новых регионах. Футбольный клуб «Спартак» сейчас занимает первое место в чемпионате России по футболу, опережает идущих следом «Зенит» и «ЦСКА» на 8 очков. В заключении выпуска официальный курс валют – доллар 57,93 рубля, евро 62,37 рубля. Пока это все новости. Мария Деева. Все, что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на «Спорт.ФМ». Теперь о погоде. В Москве сейчас плюс 5, ветер северный порывистый до 10 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на субботу. Это связано с усилением ветра до 15 метров в секунду. При этом ожидается, что погода будет облачной и без осадков. Воздух днем прогреется до 9 градусов тепла. В воскресенье ожидается кратковременные дожди. Максимальная температура днем плюс 5, ночью заморозки до минус 2. Всем привет! Скоро апреля. Это значит, совсем скоро пройдут четвертьфинальные матчи двух крупнейших еврокубковых турниров. Ну, в общем-то, единственных. Да, это Лига Чемпионов и Лига Европы. Сегодня состояла жеребьевка. Начнем мы с Лиги Чемпионов УЕФА. Меня зовут Игорь Катманов. И вместе с вами на протяжении двух часов мы будем обсуждать эту тему. Тему жеребьевки. Даже есть у нас опрос на странице SportFM ВКонтакте. Так что заходите, голосуйте, какие пары вам наиболее интересны из пар Лиги Чемпионов и пар Лиги Европы. Ну, давайте напомню я вам про Лигу Чемпионов. Итак, Атлетико Мадрид против Лестер Сити. Дортмундская Боруссия будет играть с Монако. Бавария Мюнхен с мадридским Реалом, да. Зидан против Карла Анчелотти. Ювентус с Барселоной. То есть последние две пары самые громкие по именам. Боруссия, Дортмунд, Монако. Ну, в общем-то, это такое будет огненное, на мой взгляд, противостояние. Потому что и та, и другая команда любят играть в атаку. И та, и другая команда. Ну, приблизительно равные, я думаю, вы согласитесь, по уровню, по подбору футболистов, по показываемой игре. На данный момент, конечно же, опять-таки, это мое субъективное мнение. Монако чуть повыше. Что касается Лиги Европы, то здесь Андерлехт бельгийский встречается с английским Манчестер Юнайтед. Сельта, которая прошла Краснодар, будет играть, опять-таки, с бельгийским же Генком. Аякс голландский против Шальки немецкого, который преодолел сопротивление Боруссии Мюнхен-Гладбах в одной восьмой финала. Французский Леон против турецкого Бешекташа. Это пары одной четвертой финала Лиги Европы. Напомню, вы можете заходить на страницу Спорт.фм ВКонтакте и голосовать, да, какие пары вам наиболее интересны. Ну, пока что побеждают противостояние Реала и Баварии. 59 практически процентов голосов наших радиослушателей именно за эту пару. На втором месте Барселона-Ювентус. Потом, что тоже предсказуемо, идет Монако-Баруссия. И последнее место Лестер против Атлетика Мадрид. Вы можете писать, кстати, на вайбер и ватсап 925-4-2-93-2. Это наш номер вайбера и ватсап. СМС-портал 55-33 в начале сообщения. Слово «спорт». Ну и, конечно же, звоните. 276-0-93-2 или 1-93-2. Это телефоны прямого эфира Спорт.фм. Ну а пока пообщаемся мы по теме жеребьевки с нашим ведущим, ведущим программы «100% футбола», известным телекомментатором Нобелем Арустамяном. Нобель, привет. Игорь, здравствуй. Итак, Ювентус-Барселона. Давай к этой паре. Да, наверное, ты как поклонник итальянской команды все-таки ожидал лучшей участи для Ювентуса. Ну, это жеребьевка слепая, Игорь. Я думаю, что здесь только можно форту надеять. Было понятно теперь жеребьевку, что есть четыре команды, которые сейчас представляются фаворитами Лиги Чемпионов. Это Риал Барселона, Бавария и Ювентус. И вторая четверка, которая тоже в разных, скажем так, пропорциях представлена. Есть сильная атлетик, которая может тоже выдать до финала Лиги Чемпионов. Ну и там по убыванию Монако, Дортмунд и Лестер. Но и получилось так, что самая четверка, она попалась друг на друга. Четверка фаворитов. Поэтому с точки зрения стадии это, конечно, очень круто, что они сыграют друг с другом. Ювентус-Барселона, Бавария с Риалом. Но с точки зрения всего, понятно, что финал может быть не таким статусным, каким мог быть случай, если бы эти четыре команды были бы разбиты по всем четверть финалам. Каратенечко, прогнозы твои. Давай по парам пробежимся. Атлетико, Мадрид, Лестер. Игорь, я не готов прогнозить. Ты сейчас хочешь, я что, счет сказал или кто пройдет дальше? Кто пройдет дальше? Ну, Атлетико, Лестер, Атлетико. Боруссия, Монако, не знаю. Реал, Барселона. Реал, Бавария, не знаю. Барселона, Ювентус, не знаю. Вот так вот. Ну, а так, если Атлетико, Лестер, я думаю, что здесь более-менее все понятно. Атлетико пойдет дальше. А все остальные три пары, они все же непредсказуемы. И там шанс 50 на 50. Ну, 50 на 50, 60 на 40. Но это уже нюанс. То есть здесь нельзя быть уверенным. Ну и что касается Ювентуса. Да, помнишь, ты говорил, что в этом сезоне команда готова к большим достижениям. Наверное, вот... Если будет удача жеребьевка, ее не было, поэтому Ювентус как может пройти Барселону. Это будет большим-большим событием для клуба, для всего европейского футбола. Так может проиграть Барселону и останется командой, которая, да, проиграла Барселону лучшей команде в последних 10 лет в европейском футболе. Ну и последний вопрос тебе. Будущее Массимилиана Аллегрика. Какие-то новости есть? Что-то там проясняется или все по-прежнему запутано? Я думаю, до матча с Барси точно ничего не прояснится, Игорь. Потому что сейчас я думаю, что Массимилиану Аллегри и все остальные понимают, что самый главный матч с Барселоном. А матч с Барси? Потому что от этого матча многое зависит. То есть... Будущее... Ну представь, Аллегри обыграет Барселону. Я думаю, что Барселон захочет его пригласить. А представь, проиграет крупно, безнадежно, без электронатив. Я думаю, что кто не захочет приглашать Барселону. Сейчас в марте рассуждать о том, будущее Аллегри, оно... Но здесь я не думаю, что мы можем дать какой-то ответ. Ясно. Спасибо большое. Это был Нобелий Рустамян, ведущий программы «100% футбола». Читаю ваши сообщения, также общаюсь вместе с вами по поводу пары. Итак, победитель пары «Реал» Бавария выиграет Лигу чемпионов. Вот такое мнение от того. Слишком громкое и смелое заявление. Рад, что Бавария, а не Барса. Болечка «Реала» нам пишет. По вывеске «Бавария» Реал по факту будет «Монако-Баруси». Ну вот я, кстати, согласен, что именно по зрелищности, наверное, если брать зрелищность, то Баруси и Дортмунд «Монако» этот матч, эти два матча, да, ожидаются с большим интересом именно как зрелище для болельщиков. Хотя часто, как мы знаем, наши желания не совпадают с тем, что происходит на самом деле. 55.33 в начале сообщения «Слово спорта». Оцените шансы Юве. Не боитесь ли вы назначения второго условного Айтыкина, Павел пишет. Но это, наверное, вопрос к Нобелю был. Шансы Юве. Шансы Юве, наверное, вот если в процентах брать 40 на 60, а может быть и меньше, да, 35 на 65 соответственно. Ну, опять-таки, мы все помним, что Барселона уже в одной восьмой финала была на грани вылета. Правда, такого сумасшедшего камбэка, конечно же, здесь не будет. Не стоит сразу хоронить Лестер, но этого никто и не делает. Безусловно, Атлетика Мадрид фаворит в этом противостоянии. В общем-то, каковым была и Севилья, надо сказать, и Севилья, и сам Пауля, они проиграли сами себе. Ну, у нас еще большие события были накануне, да, два российских клуба. Два российских клуба играли матчи одной восьмой финала Лиги Европы. К сожалению, Ростов со счетом 0-1 проиграл Манчестер Юнайтед, но выглядел очень и очень достойно. Ну, а Краснодар со счетом 0-2 уступил Сельте, что, наверное, тоже предсказуемо. Не то, что Краснодар уступил, а то, что Краснодар пропустил команда Игоря Шалимова в обороне играет в последнее время, мягко говоря, неважно, да, и пропускает постоянно. И, в общем-то, наверное, это тоже прогнозировалось, что 3-4 мяча от Сельты по сумме двух матчей Краснодар пропустит. Так оно и случилось, к сожалению, к сожалению для поклонников Краснодарской команды и, к сожалению, для российских болельщиков футбола. Очень хочется, чтобы выиграл Монако. Хотя бы вспоминая 2004 год, пишет Дильяр, Монако команда симпатичная, но Монако команда, опять-таки, не без слабостей, да. И если даже Монако пройдет Дортмундскую Боруссию, а я такого варианта не то, чтобы не исключаю, я бы сказал, что Монако чуть больший фаворит в этом матче, нежели Дортмундская Боруссия. Даже если Монако пройдет Дортмундскую Боруссию, дальше будет, конечно же, сложнее. С одной стороны, с другой стороны, пожалуйста, да, соответственно, две команды, два фаворита уже автоматом вылетают на стадии 1-4 финала. Потому что Бавария-Мюнхен, Реал-Мадрид, Ювентус-Барселона, вот такие пары дала нам жеребьевка. Что касается мадридского атлетика, то, безусловно, команда Диего Симеона, это уже не тот монстр, да, который был еще несколько лет назад. Это не та команда, которая выигрывала чемпионат Испании, играла в финалах Лиги чемпионов. В общем-то, на сегодняшний день мадридский атлетико – это клуб, который способен преподнести сюрпризы как со знаком плюс, так и со знаком минус. Добрый вечер. Думаю, если Лестер забьет атлетику в гостях, то есть шансы. Пока неизвестно, где первая игра. Николай из Мытища спрашивает. Сейчас посмотрю, постараюсь посмотреть, где первые матчи. Так, соответственно, у нас будут 11 и 12 апреля первые встречи. 18 и 19 ответные. Ну и я так понимаю, что команды, которые указаны в парах первыми, они будут играть первые матчи дома, если я ничего не путаю. Атлетико Мадрид – Лестер, Боруссия – Дортмунд – Монако, Бавария – Реал и Ювентус – Барселону. На студии появилась Мария Терская с новостями спорта. Маш, привет. В Сибири договорился о заключении соглашения с нападающим сборной Швеции Александром Бергстрюмом. Об этом сообщается на официальном сайте российской команды. Подробности же этой сделки не разглашаются. Отмечу, что сейчас Бергстрюму 31 год. Всю свою карьеру он провел в Швеции. Последние 4 сезона сыграл за команду Карл Скруне 180 матчей в регулярных сезонах. Набрал в них 142 очка. И в нынешнем сезоне он также регулярно привлекался в сборную Швеции на этапы Евротура. Там провел 9 встреч и заработал 4 балла за результативность. Ну и теперь о футболе. Стартовала продажа билетов на финальный матч Лиги Чемпионов этого сезона. Сообщается об этом на сайте UEFA. Самый дешевый билет на финальный матч будет стоить 60 фунтов. Самый дорогой 390. В сообщении UEFA говорится, что вместимость стадиона на финал составит 66 тысяч зрителей. И сразу 42 почти тысячи билетов достанутся болельщикам и так называемым нейтральным зрителям. Финал турнира, я напомню, пройдет 3 июня в Кардифе. И, соответственно, кто еще не приобрел билеты, то может поторопиться. Но для этого надо еще билеты в Кардиф приобрести сначала. Получить британскую визу, что, в общем-то, не всегда просто. Да, и не всегда бюджетно. Впрочем, точно так же, как и приобрести билет на финал Лиги Чемпионов в Кардифе. Московский «Спартак» тем временем планирует проводить детские тренировочные лагеря, где бы вы думали, в Китае. Об этом заявил специалист коммерческого отдела российской команды. Он отметил, что впервые тренировочный лагерь детский был проведен в прошлом году в Москве. Это был пилотный проект, и оказался он весьма и весьма успешным. Поэтому с каждым годом «Спартак» будет проводить подобные тренировочные лагеря, и при этом каждый раз постарается делать это в различных регионах. Вот в этом году, например, будет вновь проведен тренировочный лагерь в Москве, но и так же он пройдет в Крыму. Ну а к 2020 году «Спартак» планирует выйти на китайский рынок. То есть потихонечку завоевывают Азию? Ну, естественно, как все остальные. Спасибо большое. Это были новости спорта от Марии Терской. Продолжается программа «Сто процентов футбола». Добрый вечер, пишет нам слушатель. Думаю, что пары разные, тем интереснее будет четвертьфинал. Нет, четвертьфинал очень интересный, на мой взгляд. В общем-то, Нобель сказал, что не будет статусного финала. Ну, ничего страшного. Финал, он всегда финал, да. Прекрасно мы помним, как и «Атлетико Мадрид» выходил в финал. Потому что, я не знаю, там еще лет 15 назад, скажи кому, что «Атлетико Мадрид» выйдет в финал Лиги Чемпионов, тоже бы сказали, что это не статусный финал. Лестер, Монако. Такой финал никто не будет смотреть. Будут смотреть и такой финал в том числе. Любой финал будут смотреть. Смотрели финал Монако-Порту, да еще как смотрели. Так что я не думаю, что Лестер, Монако такой финал не будут смотреть. Тем более, что такого финала, скорее всего, не будет. Реал-Бавария, досрочный финал. Жаль, нам пишет Борис Михайлович. У Реала игроки выше классом, у Баварии пока выше тренер. Да. Карл Анчелоти, напомню, в свое время тренировал мадридский Реал. Это будет действительно такое интересное противостояние, в том числе и двух тренеров Карла Анчелоти и Зинадина Зидана. Зато Россия выше Португалии по рейтингу, пишет нам Кирилл. Ну да, выше по рейтингу. И я напомню, что сезон 18-19, соответственно, от России будут представлены три команды в Лиге чемпионов. Но одна должна будет пройти через квалификацию. А квалификацию мы пока что ни разу не преодолевали. Но зато, когда в сезоне 2008-2009, если мне не изменяет память, были представлены три команды. Динамо тогда не преодолело квалификацию. Зенит не вышла с группы. А вот ЦСКА дошел до 1-4 финала в ИДИ с группы, обыграв по пути Севилю, но проиграв уже в 1-4 финала итальянскому интернационале. А вот об Италии мы как раз-таки сейчас и поговорим. И на прямой связи у нас большой специалист по итальянскому чемпионату Андрей Лаврентьев. Андрей, приветствую. Добрый вечер. Но перед тем, как поговорить о чемпионате Италии, не могу не спросить тебя об итогах жеребьевки. Да, и применительно, естественно, к паре Ювентус-Барселона. В чем шанс Ювентуса в этом противостоянии? Ну, на самом деле, мне кажется, Барселона не безгрешна в своей игре. Если бы она была великолепной и без недостатков, как это, например, было два года назад, то вряд ли она бы получила четыре мяча от Пари Сен-Жермен. Поэтому я думаю, что силы Ювентуса в организации. И очень интригует эта пара, потому что, с моей точки зрения, лучшее нападение, и клубное в мире сыграет лучшей защитой клубной в мире. То есть, если у Ювентуса все защитники будут в составе, то, мне кажется, они могут найти противоядие против великолепного барселонского трио. То есть, шансы где-то там, может быть, 50 на 50, ты предполагаешь? Нет, я думаю, что у Барселоны шансов немножко побольше. И то, что вторая игра пройдет в Барселоне, это тоже небольшое, но преимущество. Поэтому, я думаю, где-то 40 на 60 в пользу Барселоны. Ну и давай теперь поближе уже к итальянскому чемпионату. В зубботу первые матчи Торино-Интер и Милан-Дженуа. Двои прогнозы на эти встречи, что-нибудь там, какие-нибудь новости, да, пришли из того же Милана или все по-прежнему? Я думаю, что это будут два совершенно разных матча. То есть, Торино-Интер можно ожидать зрелищного футбола, потому что в составе обеих команд играют очень сильные нападающие. И средняя линия у команд неплохо действует. Плюс для Финиша Михайловича, как, по сути, человека, который как тренер вырос в Интере, этот матч тоже будет принципиальный. Интер очень уверенно играет против команд, которые ниже его в турнировой таблице. Поэтому я думаю, что Интер фаворит. Но Торино вполне может преподнести сюрпризы. Очень интересно будет смотреть, как восходящая звезда Белоки сыграет против Интера в этой игре. Милан-Дженуа не ожидаю красочной игры. Причина в том, что у Дженуа игры нет. А у Милана нет игроков в том плане, что они есть. Но трое дисквалифицированных, плюс несколько травмированных. Поэтому у Милана достаточно большие проблемы с составом. Поэтому здесь, мне кажется, будет игра без большого количества уголов. Вполне возможно завершится ничью. Может быть, выиграет Милан. Возвращаясь к Торино и к Синише Михайловичу. Не кажется ли тебе, что Синише Михайлович, мягко говоря, не самый сильный тренер? И тренер, наверное, больше даже работающий на эмоциях. Нет, он хороший тренер, но не более того. То есть он хороший тренер как раз для команд такого уровня, как Торино, как Самдори, как Катаниев, в котором он работал до того, когда она играла еще в серии А. То есть в этих командах Михайлович добивается результата. И главное, он раскрывает игроков. Можно вспомнить о том, что Джануа Луджи Донорума дебютировал в Милане при Михайловиче. Белотти получил твердое место в составе и начал задавать при Михайловиче. Поэтому я думаю, что владельцы вот таких небольших клубов, они вполне удовлетворены его работой. Ну а для больших клубов, наверное, может быть, он никогда и не созреет. То есть Торино большим клубом не будет в ближайшее время? И задача у команды, допустим, попадания в Еврокубки? Ну не знаю, Торино это большой клуб сейчас по итальянским меркам? Ну нет, конечно. Сейчас, по большому счету, в Италии один большой клуб Ювентус. Ну да. И есть команды, которые теоретически, если у них пойдут нормальные дела с инвесторами, которые купили их или покупают их, они могут присоединиться к Ювентусу. Но Торино, конечно, не претендент на Лигу чемпионов и вряд ли даже претендент на Лигу Европы, даже не только в этом сезоне, но и в следующем. Спасибо большое, Андрей. Напомню, что это был Андрей Лаврентьев, с которым мы поговорили и о ближайшем противостоянии в Лиге чемпионов, Ювентус-Барселона, ну и о ближайших матчах чемпионата Италии. Ну а пока продолжаем общаться с вами. 925-4-2-ки. Это номер Вабер и Ватсап. ЦСКА не прошел квалификацию. Не путайте меня, я не про этот сезон говорил. Я говорил про тот сезон, когда ЦСКА вышел в 1-4 финала. И, соответственно, говорил, когда у нас было 3 команды. Когда было 3 команды, я говорил, что когда 3 команды ни разу не преодолевали квалификацию. И ждем крутой полуфинал Лестера-Монако. Ну подождите еще ждать крутой полуфинал Лестера-Монако. Я думаю, что все-таки Атлетика Мадрид, несмотря на все сюрпризы Лестера, который возвращается к своей прошлой чемпионской игре, все-таки мадридский Атлетика фаворит. И да, в этом розыгрыша, тем более с такой жеребьевкой, у команды Диего Симеоне появляется определенный шанс. Диего Симеоне 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 Диего Семеоне Диего Симеоне 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 и всех ребят. Наверное, всему тому и подтверждение, что ребята достойно выглядели. Я скажу, что они очень выглядели хорошо. И игра у них сила, и моменты классные. И вратарь здорово играл даже на выезде. Поэтому отлично было все. Ну, и хватило, да, дисклифицированных игроков для какого-то определенного фарта, везения, гола. Ну, надеюсь, наверное, какие-то выводы они сделают из себя, и еще будет нормально. Александр, ну и с вашего позволения пробежимся по парам Лиги Чемпионов. Кратенщико, и ваши прогнозы. Реал-Бавария. Безусловно, очень матч напряженный. И та, и другая команда может иметь преимущество, да, и на своем поле. Поэтому, наверное, трудно сказать, кто фаворит в этой игре. Но я надеюсь, Реал, потому что, ну, мне нравится, как они играют, и хотя и Бавария можно выглядеть. Ну, хочется, чтобы испанский клуб прошел дальше в этой паре. А в паре Ювентус-Барселона тоже хочется, чтобы испанский клуб прошел дальше? Нет. В этой паре хочется, чтобы итальянцы все-таки прошли. Но, учитывая тот камбэ, который сделала Барселона после матча с Парисом-Барселона, вот, что, наверное, будет здорово, если Ювентус высадит и отправит Барселону отдыхать. Атлетико Мадрита Лестер-Сити. Продолжится ли сказка Лестера? Ну, как ни странно, после увольнения Раньере, Лестер вообще просто переобразился и выглядит очень мощно. Даже не знаю, с чем это связано. Наверное, тренер все-таки плохо влиял на команду. Это показывает игра и по-другому просто никак нельзя сказать. Поэтому сейчас Лестер просто здорово выглядит и тому подтверждение обыграли Сивилю в хорошем матче, напряженном. Ну, как обычно Лестер, как в своем стиле, когда становился чемпионом, показал игру. Вот. Ну, здесь, конечно, Атлетико Мадрид это уже не Сивилия, все-таки повыше команда, посильней. Хотя, безусловно, тот опыт Лестера уже получился с испанским клубом. Примерно и Атлетико будет в таком плане же играть. Так что надеюсь, что все-таки если Лестер сможет пройти Атлетико, это будет сенсасно. Ну и Боруси Дортмунд, Монако. Правили мы ожидать сверхрезультативной игры в этой паре? Да, я думаю, что и та, и другая команда играют здорово в атаке. И тому подтверждение Монако, который разгромил Манчестер Сити просто мою команду, из-за которой я переживал, болел. Но настолько они выглядели мощно, что, честно сказать, такой хороший получили мы, наверное, оплеуху, ну, болельщики Монтити, я имею в виду, недооценив соперника Монако в этой игре. Ну, а Монако показало и Бесфалькау, конечно, потенциал великолепный, атакующий у них, натиск какой мощный был. И Дортмунд сыграет в таком же стиле. А тут, наверное, все-таки будут зависеть игры дома. Вот. Ну, и в большей степени та и другая команда может себя показать, конечно, в домашних матчах. Но, тем не менее, противостояние интересно. Ну, я бы хотел, чтобы, конечно, наверное, Монако прошло, потому что ну, уже Барусин Дортмунд и Бавария, Реал, конечно, все команды, которые уже становились победителями чемпионов, да, но хочется каких-то новых. Вот, например, Монако и Лестер было бы, наверное, здорово увидеть такой финал. Ну, что ж, да, а в чем секрет-то, почему вы Манчестер-Сити симпатизируете? Из-за Гвардиолы? Ну, это старая добрая такая история, когда они стали в первый раз чемпионами после длительного периода, когда они играли с одной из команд, и вдохновило меня, они играли с Куинс Парк и Рейнджерс, и на последней минуте они выиграли, по-моему, счет там был 4-3 в таком напряженном. Это при Манчине, что ли, еще? Да, 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 да. Вот. И как-то с того момента стал симпатизировать с Сити. Ну... Пока вот болею за них. Ясно. Ну, оригинал. Спасибо большое, Александр. Это был Александр Панов, бывший игрок сборной команды России, и ныне болельщик Манчестер-Сити. Ну, а мы обратимся к опросу, какая пара для вас наиболее интересная в Лиге Чемпионов УЕФА. Напомню, на странице Спорт.фм ВКонтакте проходит этот опрос. Реал Мадрид, Бавария пока набирают 57 процентов, и, вы знаете, заметно опережают пару Барселона Ювентус, 26,3, хотя, на мой взгляд, в общем-то, наверное, практически такие равноценные пары именно по именам, по вывеске. Ну, и Лестер-Атлетику Мадрид вырвался вперед этот вариант более 9 процентов, и Монако-Барусия пока что отстает, хотя, как вот мы с Александром Пановым поговорили, это будет возможно очень зрелищный и очень результативный футбол. Посмотрю, что вы нам пишете, Борис Михайлович пишет, будет жаль, если Ростов в следующий сезон не попадет в Лигу Европы, не хочется сбиваться с ритма и терять самобытную команду. Ну, у Ростова, да, у Ростова практически нет шансов попасть в Лигу Европы, и Ростову вообще нужно уже думать о том, как жить дальше, да, потому что Лига Европы завершилась, чемпионат России проходит здесь, шансов попасть на следующий год в Лигу Европы мало, что будет дальше с командой, да, то есть я боюсь, что вот тот Ростов, который есть сейчас в нынешнем виде, мы, я согласен здесь с нашим слушателем, вполне возможно потеряем. Реклама Выбирайте свою цель. Тойота создаст условия для ее достижения. Только с 18 по 31 марта 2017 года во всех дилерских центрах Тойота станьте обладателем Тойота Королла, Тойота Камри и Тойота РАВ4 на специальных условиях. Предложение ограничено количеством автомобилей. Подробности акции на сайте Тойота.ру в салонах официальных дилеров Тойота. Тойота. Легендарное качество. Плей-офф чемпионата континентальной хоккейной лиги. Каждый матч битва. Каждая битва зрелище, которое нельзя пропустить. Каждая игра борьба за кубок Гагарина. Плей-офф не оставляет права на ошибку. Смотрите кульминацию хоккейного сезона на телеканалах КХЛ-ТВ и КХЛ-ИК. А также на видео.кхл.ру и в официальных мобильных приложениях КХЛ. Ноль плюс. В Техносиле только 100 часов 100 лучших товаров 100% выгодно. До 20 марта чайник ВИТЭК в стеклянном корпусе всего за 990 рублей. Подробности акции у продавцов-консультантов Техносилы. спорт этот Цельта Испанская встречается с бельгийским Генком Аякс Голландия Шальки Германия и французский Леон будет играть с турецким Бишекташем. Что касается Лиги чемпионов то здесь Атлетику Мадрид против Лестер-Сити Борусия Дортмунд против Монако Бавария Мюнхен с Мадридским Реалом играет и Ювентус с Барселоной. Ну и давайте дадим слово экспертам. Подводят итоги жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы УФА Руслан Нигматуллин трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России. Прямая речь Ну несомненно что Ювентус с Барселоной и Бавария Реал это две самые яркие пары Каждый из этого матча достоин суперфинала то есть достоин финала Лиги чемпионов Даже сожалею что так рано встретились эти команды С другой стороны это Лиги чемпионов и слабых команд здесь быть не может И в блин случае именно эти команды сейчас выявят сильнейшего Та команда которая пойдет дальше Абсолютно невозможно предугадать исходы этих матчей потому что каждая из команд достойна идти дальше и обладает прекрасным составом прекрасными вратарями опять же то есть битва пойдет на всех фронтах Но Лига Европы конечно громкими такими опишами вряд ли может похвастаться Каждая команда такой крепкий середнячок по большому счету европейских чемпионатов явных фаворитов наверное нет разве что возникает и то что сейчас сразу вылетел и Зенит и Ростов для нас конечно результат нельзя назвать успешным с другой стороны эти команды нас радовали и дошли достаточно далеко но будем надеяться что каждый из команд будет иметь поступательное движение если допустим вылет Зенита заслужил большую долю критики потому что Андерлик не являлся командой которая явно сильнее чем Зенит то у Ростова был более чем достойный соперник и нужно признать что Ростов если и уступил то уступил очень достойно абсолютно играл на равных скажем так только более высокий класс исполнительского мастерства решил это противостояние в свою пользу Это был Руслан Нигматуллин известный в прошлом вратарь сборной команды России но вот только Ростов-то все-таки побил Андерлехт что касается жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы продолжаем обсуждать эту тему и дадим слово частому нашему гостю кстати в эфире Спорт.фм обладателю Кубка России бывшему защитнику ЦСКА Олегу Корнаухову Прямая речь Я думаю что пары все достаточно интересные конечно же две пары я тут субъеком наверное многие хотели бы видеть эти пары в финале уже Лиги чемпионов но я думаю что Дортмунд и Монако должно быть не менее интересный матч как и Манчестер с Монако играли две команды острот-атакующие любят игру славят свои атакы наличие прекрасных исполнителей я думаю что это будет довольно-таки открытые интересные игры ну а остальные это классика наверное мирового футбола я думаю что для эстетов для бурманов самое то для староатлетика загадочная пара вот довольно-таки будет очень интересно посмотреть на их противостояние что касается Лиги Европы то скорее всего там довольно-таки более-менее прогнозировано будет единственная пара Яков Шальки мне кажется фаворит уже есть но опять-таки еще на бумаге надо доказывать на игре интересно будет посмотреть за парой Андерлехт Манчестер Юнайтед все-таки только что Ростов играл и с Андерлехтом Ростов в свое время играл и вот сейчас с Манчестером будет просто интересно посмотреть уже на фоне Манчестера как Андерлехт будет играть и опять-таки выдав в свое время Зенит Когда три команды получают шансы играть в Лиге Чемпионов, наверное, с длительной квалификацией будет одна из команд проходить. Но все равно шанс зацепится. Мы в этом году посмотрели, что это такое для Ростова, как команда прошла очень удачную квалификацию. Довольно-таки успешно играла для себя, скажем так. В групповом этапе Лиги Чемпионов не пробилась плей-офф, но пробилась плей-офф Лиги Европы. И там уже прошли два раунда. На равных играли с Манчестер и с Манчестер Юнайтед. И до последнего была возможность все-таки спасти этот матч. Просто молодцы. Что касается Краснодара, ну, тоже они сделали шаг вперед. Надеялись, что более удачно выступят цельты. Но, наверное, все-таки пока мы крепкому такому середнику испанского чемпионата еще выступаем. Ментальности, скорее всего, в каком-то степени в опыте именно Краснодара. Для них это тоже шаг вперед. Думаю, что благодаря основным этим командам мы и обогнали португальцев в таблице коэффициентов. Это был Олег Корнаухов, обладатель Кубка России, бывший защитник ЦСКА. Ну, а я приветствую в студии Марии Терскую. Маш, привет. Тебе слово. Приветствую тебя, Игорь, еще раз. Еще раз добрый вечер всем нашим радиослушателям. И пока мы слушали Руслана Нигматулина и Олега Корнаухова, счет в матче «Авангард-Акбарс» просто стремительно менялся. Сначала «Авангард» забросил третью шайбу. Ну и, наконец-таки, «Акбарс» размочил счет. Также только что на четвертой минуте третьего периода забросил шайбу в ворота омской команды. Таким образом, счет 3-1. Ну, а я напомню, в серии ведет «Авангард» к «Акбарс», кстати говоря, с таким же счетом 3-1. Кроме того, не так давно стало известно о точных датах и времени матчей 21-го тура чемпионата России по футболу. Напомню, что переносы, связанные с играми контрольными, товарищескими сборной России, в частности, матч между московским «Спартаком» и «Оренбургом» состоится в понедельник, 3-го апреля. Пройдет эта встреча в Москве, начнется в 19.30 по столичному, соответственно, времени. В пятницу, 31 марта, сыграют «Анжи» и «Урал». Также 19.30, 1-го апреля состоятся два матча, это «Уфа», «Локомотив» и «Рубинзенит». Ну, а на воскресенье, 2-ое апреля, запланированы три игры. Это «Амкар», «Терик», «ЦСК», «Крылья Советов», «Арсенал», «Томь». И также в понедельник, 3-го числа сыграют «Ростов» и «Краснодар». Эта встреча в 20 часов по Москве стартует. И, наконец, о биатлоне. Спринтерская гонка прошла на заключительном девятом этапе Кубка мира в норвежском Холмин-Колине. Ее выиграла финская биатлониста Мари Лауканин. Второе и третье места заняли представительницы Франции. Это Жустин Бреза и Анаис Бескон. Что касается наших девушек, то лучший результат у Ирины Старых. 15-я она, Виктория Сливко, 30-я, Дарья Веролайнин, 36-е место. Заняла Ирина Услугина, была 39-й. Татьяна Акимова, 40-я, Екатерина Машкова, 60-я и Валерия Воснецова, аж 79-я. Спасибо большое. Это были новости спорта от Марии Терской. Ну что ж, да, ближайшие матчи чемпионата России, и там будет борьба не только за Лигу чемпионов, не только за чемпионство, но и за Лигу Европы, где пока что, да, фаворит в этой борьбе Краснодар, который занимает четвертое место в турнирной таблице. Ну, Зенит мы вынесем все-таки за скобки, и вот на это четвертое место довольно много претендентов. Тут пишут, почему шансы Ростова потеряны. Не, не потеряны, конечно, очень тяжело будет Ростов. Да, отставание 3 очка, но многое будет решаться, конечно, вот в этой очной игре, если Ростов выиграет у Краснодара. Но потом все-таки все равно довольно тяжелый календарь у Ростова. На выезде Локомотив, на выезде ЦСКА Ростов будет играть со Спартаком. Ну, и еще у Ростова будет противостояние с Рубином, да, в 28-м туре. Кто знает, может быть, это вот как раз-таки будет матч, который и будет определять, я не знаю, путевку в Лигу Европы. Ну, хотя здесь соглашусь, конечно же, большой плюс для Ростова. То, что вылетели от Манчестера и Найта, это очень обидно. Но сейчас плюс для Ростова то, что команда будет играть не на два фронта, да, исключительно в чемпионате России. И сейчас, конечно же, чемпионат России и попадание в Лигу Европы из чемпионата России должно стать для Ростова приоритетным. Команда крепкая и, естественно, очень хочется, чтобы все-таки Ростов попал в Лигу Европы. В следующий розыгрыш, хотя, опять-таки, прямо скажем, будущее, в первую очередь, экономическое у клуба пока что весьма-весьма туманное. Ну, ладно, в Санкт-Петербурге я передаю слово своим питерским коллегам, и вы будете слушать программу о спорте Санкт-Петербурга, а мы с вами пообщаемся уже после 18 часов. Санкт-Петербурга 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 запрещено есть во время матча на поле, так что Роха должен был получить предупреждение от главного арбитра встречи, но этого не произошло. Ну а сейчас у нас на прямой связи комментатор Матч ТВ Константин Генич. Константин, приветствую. Да, привет, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну и тебе вопрос, естественно, по жеребьевке. Для тебя наиболее яркая пара какая? Наверное, две, да? Бавария, Реал и Ювенцо, Барселона. Ну, во-первых, я как поклонник испанского футбола очень рад, что три испанские команды не попали друг на друга, хотя понятно было, что хотя бы одна команда тогда сыграет в полуфинале, но так вот развели их по разным парам и, конечно же, выделяется пара Ювенц с Барселоны. Не так давно эти команды уже играли в Берлинском финале. Плюс мне казалось, что и кажется до сих пор, что Ювенц вообще один из главных фаворитов этой лиги чемпионов и может этот турнир выиграть. Ну и Бавария, Реал играют так же часто, как и Бавария играет с Арсеналом. По-моему, из последних, я где-то видел статистику, 56 встреч в плей-офф, 22 Бавария сыграла с Реалом. Вот. То есть эта пара, она привлекательна и увлекательна тем, что играют ученик и учитель. Карл Анчелочи, который последний раз, не последний раз, а до Зидана приводил к победе в Лиге чемпионов. И Зидан, который входил в тренерский штаб, Анчелочи теперь самостоятельно, весьма неплохо работает. Вот они теперь сойдутся друг с другом. Ну и Атлетик и Лестер тоже, по-своему, интересная пара, хотя здесь я бы сказал, что не Атлетикам повезло, а повезло больше Лестеру, потому что для него соперник мог быть и похуже. С Атлетикам могут пободаться и там в таких низовых матчах могут попробовать что-то зацепить. Ну, пара интересная. Борусия Монако тоже пара привлекательная. Она обещает быть очень результативной. Ну, то есть ты согласен, что это уже не тот Атлетик, который стоялся чемпионом, который выходил в финал Лиги Чемпионов? Ну, это многие признают. Мне кажется, и сам Симеон признает, и игроки Атлетика признают, что, конечно, команда стала несколько иной. Она стала более атакующей, но при этом у нее то есть баланс, так скажем, сместился больше в атакующую игру, и что-то потеряла команда в обороне. И чувствуется, что Атлетика сейчас играет без того запаса, который был присущ команде последний там год-два назад. Лестер может упереться, разумеется, может упереться, но, конечно, Атлетика здесь фаворит, и у Атлетика очень хорошие шансы на выход в полуфинал. Ты комментировал, да, ответный матч, Лестер-Сивиле, но здесь без фарта не обошлось. Сивиле сама проиграла вот это противостояние Лестеру? Ну, я бы так не сказал. Вот удивительная вещь в футбол, потому что три недели назад было все ровно наоборот. Еле-еле ползающий Лестер, не знающий, куда бежать, кого держать, и легкая, воздушная, красивая Сивиле, которая создавала один момент за другим и могла выигрывать гораздо больше, чем 2-1, не реализовал пенальти, еще с игры куча моментов, и в итоге добилась результата только 2-1. И вот смена тренера в Лестере и вот эти три недели, которые Сивиле провела до ответной игры, они все буквально изменили. Вот просто как зеркало все перевернулось в другую сторону. Теперь Лестер легкий и подвижный, а Сивиле еле-еле волочит ноги. Просто, мне кажется, ошибку спустил в Сан-Пауле, когда без опыта и сельского работы команда стать матчем в чемпионате и в лиге чемпионов в самом лучшем состоянии. Это было видно, что Сивиле в эти матчи выглядело. Спасибо большое, Константин. К сожалению, пропала связь. Не пообщались мы по ближайшим матчам чемпионата Испании. Но я напомню, что как раз-таки центральной встречей, наверное, будет не атлетик Бильбао Реал Мадрид и не Барселона Валенсия, а, конечно же, атлетику Мадрита Сивиле. Как раз-таки, если мадридский атлетику выиграет, то может подцепляться уже за третье место в испанском чемпионате. Это прямая путевка в лигу чемпионов УЕФА. Пока что атлетику Мадрид на четвертой позиции, опережает Вильяреал на четыре очка. Но напомню, что четвертое место это квалификация. Ну и в последнее время в Испании как раз-таки после поражения Сивильи от Лестера немножко так поутихли разговоры о возможном дальнейшем пребывании Сан-Пауле. Да, не пребывании, а возможном появлении Сан-Пауле соответственно в Барселоне. Так, про Бонанто. Да, очень много об этом говорили. Сам Мауриню на пресс-конференции после матчевой сказал, что в общем-то он увидел, что Роха может быть не в лучших физических кондициях находится, но и ему нужно было подкрепиться. Но еще раз повторю, что правилами это запрещено. Обещали вчера Нобеля. Нобель сегодня, к сожалению, по объективным причинам не смог появиться в студии, но если вы слушали нашу программу с самого начала, то он выходил к нам в эфир по телефону, что в общем-то можете сделать и вы. 276-0-93-2 или 1-93-2 это телефоны прямого эфира Спорт-ФМ. Я напоминаю, что мы обсуждаем итоги жеребьевки Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Итак, пока что проходит наш опрос, да, и пара Реал-Бавария лидирует 52,7%. Дальше, соответственно, на втором месте Барселона Ювентус и Лестер Атлетико Мадрид чуть-чуть, менее чем на процент опережает вариант Монако-Баруси. Монако-Баруси пара, от которой все ждут, конечно же, результативной, яркой, интереснейшей игры. Ну, давайте пока ненадолго отправимся в Южную Америку. Там, кстати, Шапикоэнсо провел свой первый матч Кубка Либертадорес, первую домашнюю игру и команда, к сожалению, проиграл Ланусу Аргентинскому со счетом 1-3. Напомню, что первую встречу Шапикоэнсо уже провел, да, выиграли они в Венесуэле. И это всем известная история, трагическая история. И вот первое попадание Шапикоэнсо в, соответственно, самый престижный турнир южноамериканский. пока что команда набрала три очка, в общем, как и другие команды в ее группе, но тут президент Шапикоэнсо высказался, помните, сколько было разговоров о том, что со стороны различных клубов мы поможем обязательно. Так вот, Динес, президент Шапикоэнсо рассказал, кто реально пока на данный момент помог его команде. Так вот, пока реально на данный момент клубу помогла лишь Барселона, которая, по словам президента Шапикоэнсо, была партнером их команды с самого начала, и они единственные, кто перечислил деньги клубу, ну и также пригласили их сыграть товарищеский матч, там будет разыграно один из кубков в межсезонье, да, и доход от этого матча будет поделен между двумя клубами. В общем, Барселона единственная команда, которая пока на данный момент оказала Шапикоэнсо финансовую помощь. Нам Георгий дозвонился, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Георгий очень долго. Я хочу сказать, что Барса и Вентус это будет не менее интересный матч, чем Реал. Почему? Потому что это бывший финал Лиги чемпионов, и у меня по такому чувству складывается то, что все-таки этот матч получится более интересным и захватывающим, и там будет больше жара, я более чем уверен. Ясно. Больше жары будет в этом матче. В студии появилась Мария Терска. Маша, будет жара в матче Ювентус Барселона и в ответной игре Барселона Ювентус. Некоторым можно и за Ювентус поболеть. Тем временем счет в матче Авангард Акбарс 4-1 в пользу команды из Омска уже практически на исходе третий период. не совсем, конечно, 6,5 минут осталось, но, тем не менее, пока что Акбарс уверенно ведет в этой встрече. Напомню, это 1-2 Восточной конференции континентальной хоккейной лиги. В серии же ведет Акбарс 3-1. Теперь о легкой атлетике. Давненько ничего мы не слышали про наших спортсменов. Так вот, две российские легкой атлетки, победительницы летнего чемпионата Европы 2014 года в прыжках в шестом Анжелика Сидрова и двукратная золотая медалистка зимних европейских первенств в прыжках в длину Дарья Клишина имеют полное право выступить на августовском чемпионате мира, который пройдет в этом году в Лондоне. Другие же российские спортсмены, которые сумели выполнить нормативы в завершившемся зимнем сезоне и, соответственно, пройти отборный чемпионат мира, там выступать не будут, ну, точнее, пока они не получили от Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций разрешение на выступление. Напомню, случиться должно это было сегодня, но, тем не менее, пока что Международная Ассоциация никакого ответа не дала. Напомню, что решение допустить к участию в международных соревнованиях только трех российских спортсменов, вышеупомянутых, Клишину, Клишину, соответственно, Сидорову и Кристину Севкову было принято ранее, ну, соответственно, если они выполнят, то пройдут условия отбора. И, соответственно, что касается остальных наших спортсменов, то также ничего пока что не известно. Это касается Анны Крыловой, Александра Гуляева, Дениса Лукьянова, Евгения Славьева и Максима Афонина. И, наконец, известный российский боец ММА Александр Емельяненко не будет проводить бои в мае, выйдет на ринг он позднее, об этом сообщила супруга и менеджера спортсмена Полина Емельяненко. Напомню, что в конце ноября прошлого года Емельяненко вышел из колонии, где отбывал срок за насильственные действия и по возобновлению спортивной карьеры спортсмен подписал контракт с WFC, но тем не менее по словам супруги выступать в мае он не будет когда вернется на ринг это неизвестно и причины такого решения спортсмена она также не сообщила. Спасибо огромное. Это были новости спорта от Марии Терской. Спорт.фм 100% футбола Ну а я пока почитаю ваше сообщение. Михаил пишет добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, немного прослушал. Спартак-Оренбург матч перенесен на 3-е число или остался 1-го апреля. Михаил, честно говоря, ну вообще на сайте РФПЛ новая дата 3-е апреля. Я так понимаю, что перенесен на 3-е число, хотя изначально встреча должна была состояться 1-го апреля. Ну а сейчас мы переносимся в Англию. Тимур Журавель у нас на прямой связи, комментатор матч-ТВ. Тимур, приветствую. Да, добрый вечер. Ну, перед тем, как поподробнее поговорить об английском чемпионате, хотелось бы услышать твое мнение о жеребьевке, да, и в первую очередь, конечно же, о паре с участием английской команды, о Лестер Атлетика Мадрид. В чем шанс Лестера, на твой взгляд, в этом противостоянии? Ну, боюсь, что шансов у Лестера немного. Это, наверное, самый неудачный жеребьевок, который могла быть у Лестера. Против топ-команды сыграть это бароны, как играли в лучших матчах в Раньере в прошлом сезоне, это был шанс, конечно же, даже против Ювентуса и Барселоны. А играть против собственной копии, в общем-то, достаточно сухой команды, не думаю, что тут у Лестера будут шансы. Атлетика очень опытный боец, и тактически подкованная команда, так что думаю, что Атлетика даже в двух матчах окажется сильнее Лестера. То есть, ты хочешь сказать, что Атлетика Мадрид это лучший вариант, чем условная Бавария, Реала или Барселона, да? Ну, именно по, так скажем, лузерским, аутсайдерским позициям, Лестеру, на самом деле, выгоднее было бы играть с большим клубом. Я думаю, что здесь были к самим себе бы ожидания, поменьше и раскованность была бы. Думаю, что да, в этом смысле Атлетика неудобнее. Ну, Лестер еще продолжает борьбу за выживание, да, хотя там преимущество в три очка и следующим соперником будет Вест Хэм Юнайтед, да, можно такой прогноз такой короткий на эту встречу? Ну, вы знаете, в матч за выживание, в борьбе за выживание в Англии, в общем, в случае, все что угодно, я бы не лез туда с прогнозами, но мне кажется, что этот матч, который должен завершаться, ну, где-то в ничью 2-2, вот так вот. Причем, не потому что я строго хочу на этот счет поставить, но мне кажется, там будут голы, там будет непредсказуемость и качнуться, может, в любую сторону, но мне почему-то кажется, что ничья будет. между ними был сумасшедший матч в концовке прошлого сезона, когда ничья для Лестера, по сути, стала отправной такой точкой к последнему чемпионскому спорту. Ну и Манчестер-Сити-Ливерпуль, да, насколько сильным вот этот удар был для Гвардиолы вылет из Лиги чемпионов от Монако, как это скажется или не скажется на матчах чемпионата? Вы знаете, мы сегодня встречались с Леонидом Слуцким, который сейчас в Москве находится, и записывали интервью для своей программы «Английский акцент» как раз по поводу Англии. Я тоже его спросил об этом матче, Манчестер-Сити-Ливерпуль, и он с этого же и начал, что неизвестно, насколько это будет большим ударом для Гвардиолы. Скорее всего, большим. Но как это повлияет на матч против Ливерпуля, непонятно. Я думаю, что преимущество психологического Ливерпуля, безусловно, будет, но мы здесь можем стать свидетелем такого парадокса, когда две атакующие команды на самом деле атакующий футбол нам не подарят, потому что ставки высоки, сейчас борьба ожесточенная за четверку Лиги чемпионскую, поэтому скорее мы увидим такой, может быть, сухой матч, может быть, похожей на то, что мы видели 31 декабря в матче этих команд, и атакующий футбол друг против друга они показать не смогут. Скорее всего, победит прагматизм, осторожность и, так скажем, страховка вот в таком матче повышенной цены. Что касается Лондонского Арсенала, то у кого здесь больше шансов, на твой взгляд, у Арсенала или у Ливерпуля все-таки зацепиться за четвертое место? За четверку? Мне кажется, что Арсенал сейчас прямо на наших глазах рассыпается и у команды утрачен какой-то, если вообще он был такой характер настоящий. Поэтому, боюсь, что в этом сезоне самые большие шансы не оказаться в четверке именно у Арсенала. Думаю, что сейчас у них действительно все плохо из психологии и вообще с игрой в футбол. Ну и последний вопрос, Тимур. Манчестер Юнета главный фаворит Лиги Европы? Ну, пожалуй, что да, хотя если Ростов дает бой Манчестеру, это значит, что любой из оставшихся участников может дать. Поэтому, каким будет путь в финал? Знаете, вот когда мы на этой стадии пытаемся стандартизировать победителя Лиги Европы, мы очень часто обжигаемся. Рома, например, тоже ходила в фаворитах турнира, в полете, новая команда, все такое. Но Манчестер уязвим. Манчестер, и Ростов это показал, не является по игре фаворитом турнира, он является по статусу фаворитом турнира. Плюс, жесточайший календар в Англии, об этом уже Маурини сказал, когда они играют три матча в неделю, никто им не переносит матча чемпионата ради Лиги Европы. Это все тоже делает позиции Манчестера крайне уязвимыми. Спасибо огромное, Тимур. Это был Тимур Журавель, комментатор Матч ТВ, с которым мы поговорили об Англии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому с каждым следующим годом будет все больше лагерей в новых регионах. Футбольный клуб «Спартак» занимает сейчас первое место в чемпионате России по футболу и опережает идущих следом «Зенит» и «ЦСКА» на 8 очков. В заключении выпуска официальный курс валют на предстоящие выходные доллар 57 рублей 93 копейки, евро 62 рубля 37 копеек. Пока это все новости. Мария Деева. Все, что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Теперь о ситуации на дорогах по данным портала Яндекс.Пробки. Движение в Москве затруднено. Общая ситуация оценивается в 6 баллов из возможных 10. Самая крупная пробка на МКАД по внешней стороне от Белой дачи до Щелковского шоссе. Скорость потока там 12 км в час а время проезда полтора часа. Столько же потеряется на отрезке от Рублево-Успенского шоссе до Ленинградского шоссе по внутренней стороне МКАД. Назавихинское шоссе стоит от Южной улицы до проспекта Жуковского. А также внешняя сторона МКАД от Сколковского шоссе до Ясенева. В этих пробках потеряете больше одного часа. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Да, да, да. Еще полчаса мы говорим о футболе. Меня зовут Игорь Катманов. Рад всех приветствовать. На волнах спорт.ФМ. Тут вопрос пришел на ватсап. 925-4-2-93-2 напоминаю. Михаил спрашивает. Добрый вечер. Как, по вашему мнению, будут развиваться события в игре «Локомотив Спартак»? Будет ли много голов? А я, честно говоря, вообще не припомню, когда в последнее время в матчах «Локомотив Спартака» было много голов. Так что голов много, я думаю, не будет. Думаю, что... Предполагаю, что даже меньше трех. Ну, я, конечно, не на Стардамус. Всякое может случиться. Ну, в общем-то, я не думаю, что будет много голов в этом матче «Локомотив Спартак». Ну, а пока приветствую в нашем эфире Сергея Курманова. Сереж, привет. Да, всем доброго вечера. И говорим мы, естественно, о Германии. Ну, начну с «Жеребьевки». «Жеребьевки», да? Как тебе «Жеребьевка»? Ну, и опять-таки в свете игры немецких клубов. Давай начнем с «Аякс» «Шальки». «Аякс» не стоит недооценивать. Команда весьма и весьма куражная, что вчера было показано в матче с «Копенгагеном». Но молодость «Аякса» сыграет двумя шутка с этой командой. «Шальки» должен перед собой ставить задачу пройти команду из «Амстердама». Другой разговор, что «Шальки» по-хорошему в этой стадии или к Европе в принципе быть не должно, поскольку вчера Марк Клатенбург просто проводил «Шальки» в одну четвертую, поставив абсолютно левой пенальти в ворота Бориси из «Мюнхен-Гладбаха». Тем не менее, «Шальки» фаворит. Я думаю, что если команде «Вайнцердия» не удастся пройти «Аякс», то это будет расцениваться как провал. Ну, ты согласен, что для Германии поинтереснее все-таки то, что «Шальки» прошел дальше, а не «Мюнхен-Гладбаха»? Скажем так, для «Гладбаха» продолжение борьбы на три фронта было бы очень и очень изматывающим. Команда и так ресурсами особыми для этого не обладает. Плюс еще травмировался Кристоф Крамер. Так что, наверное, «Шальки» при всем разочаровании «Гладбаха» в плане того, что команда не прошла, более, ну, скажем так, разумный кандидат прямо сейчас. Хотя, конечно, «Гладбаха» очень хотел пройти дальше. «Шальки» должен перед собой ставить задачу выхода в полуфинал. А дальше, если все сценарии поля Европы совпадут и окажутся четыре мощнейшие команды по финале. «Манчестер», «Юнайтед», «Лион», «Сельфо» в том числе будет очень интересно. Ну и «Бавария», «Реал Мадрид» это, безусловно, ярчайшая вывеска, наверное, самая яркая. Во всяком случае, как считают наши слушатели, да, опережает по интересу этот матч «Ювентус-Барселона». Мы имеем полное право наши слушатели так считать, поскольку по соотношению двух команд это, наверное, самое мощное противостояние. Хотя «Барселон» с «Ювентусом» недавно играли в финале Лиги Чемпионов. Ну как, сравнительно недавно. «Бавария» на очень хорошем ходу сейчас. Правда, не стоит побывать о том, с кем «Бавария» играла, этот ход демонстрировала. Да, «Кельн», «Шальки», «Арсенал» все-таки в их нынешнем виде далеко не «Мадридский Реал». Впрочем, и «Мадридский Реал» пока непонятен с точки зрения того, как команды действуют на максимальном ходу, на максимуме своих возможностей. Впрочем, то же самое можно и про «Баварию» сказать. И знаешь, Игорь, обращаясь к нашим сустрелям, битва «Бавария» и «Реала» это такая битва двух докторов-бэннеров, скрытых «Халков». Вот кому удастся проявить себя в плане именно необходимости работать на 100% максимально эффективно, та команда и пройдет. Я считаю, все-таки «Бавария» фаворитом этой пары в силу того, что «Бавария» наблюдают чаще и вижу, проблемах, которые у «Баварии» сейчас имеются. В частности, есть некоторые недовольства от футболистов, которые выступают в составе Мюнхенского клуба, в частности, Дуглас Коста, якобы пока под вопросом в плане продления контракта, в том числе и Иосу Ракимих, который не очень доволен своим положением в команде прямо сейчас. Плюс еще и слухи о том, что якобы собираются приобретать футболистов на замену Хаби Алонсу и Филипу Ламу, тоже не способствуют нормализации обстановки именно атмосферы между футболистами в этом коллективе. Ну и очень важный матч, конечно же, для Карла Анчелотти, я думаю, ты согласишься. Он тоже критике подвергается периодически в этом сезоне, хотя команда идет наверху, команда играет в Лиге Чемпионов. Про Барусь вопрос еще раз, да? Не, про Баварию я имею в виду. Про Баварию? Ну, критика это на самом деле сопровождающая Баварию всегда история. Просто сейчас Бавария, как команда Карла Анчелотти, которая умеет готовить свои коллективы к весенней стадии сезона, должна очень резко и быстро взлететь именно в плане готовности, в плане бегатьни, в плане интенсивности работы на поле. И, как мне кажется, когда, как не сейчас в матчах против Риала это демонстрирует. Ну и к матчам чемпионата Германии здесь тоже довольно любопытные встречи. Нет таких громких вывесок, но есть Хофенхайм Байер, да? Потому что Хофенхайм до сих пор идет в зоне Лиги Чемпионов. Все, что нужно знать про чемпионат Германии в этом сезоне прямо сейчас, это то, что от последней Лиги Европейской позиции до места, которое отправляет команду в стыковые матчи всего-навсего 9 очков. И здесь каждый может с каждым очки потерять, в том числе и в случае Хофенхайма и Байера. Зеркозину необходимо постараться концовку сезона провести более позитивно, чем все, что творилось до этого самого момента. И поэтому Хофенхайму будет нелегко. С другой стороны, после очень хорошей атмосферы в команде, очень стабильная ситуация в плане набора очков, и команда видна, что тоже на ходу. И команда не скована Лигой Чемпионов другими турнирами, команда готовится в режиме недельном, поэтому, в принципе, здесь разумнее всего именно обозначить фаворитом Хофенхайм. Но, с другой стороны, Байер – это команда, которая на эмоциях способна что-то сотворить. И здесь, конечно, просто команде Юлия Нагельсмана не будет точно. Ну и команда Хекинга, да, как встряхнул, как изменил Дитер Хекинг игру Мюнхен-Глагбасской Баруси, которая будет играть с Баварией. Очень будет сложно Баруси с Баварией в силу того, что Глазбах отдал все имевшиеся силы в матче с Шальке, который, собственно, вчера и произошел. Но напомню, что Баварии очень, скажем так, не всегда комфортно действовать в противостоянии с командами Дитера Хекинга. Были и случаи, когда Бавария проигрывала командам Хекинга. И если бы, допустим, не было Лиги Европы в качестве багажа на этой неделе у Баруси из Мюнхен-Глагбаха, я полагаю, что могли бы вполне за очки побороться, причем на равных. Здесь, конечно, будет сложно это сделать. А в плане изменений Хекин сделал Баруси более консервативной командой в отличие от того не совсем понимаемого футболистами безумия, которое выстраивалось Андреем Шупертом. Здесь более консервативная команда, более спокойная, более оборонительного склада, но при этом сохранившая, наверное, главное свое качество отличительное, а именно выход из обороны в атаку. Быстрый и мгновенный. Ну и, разумеется, очень большой потерей является отсутствие Кристофа Крамера, который вчера получил травму и в ближайшие несколько недель команде не поможет. Спасибо огромное. Это был ведущий Спорт-ФМ Сергей Курманов. Поговорили мы с ним о шансах немецких команд в Еврокубках и о чемпионате Германии. Ну а сейчас... Спорт-ФМ 100% футбола Ну а сейчас обратимся к нашим опросам. Итак, по Лиге Европы, да? Какая пара вам интереснее всего? На страницу Спорт-ФМ ВКонтакт заходите. Ну и, естественно, Андерлехт Манчестер-Юнайтед. Кто бы сомневался. 46 с лишним процентов. А вот за второе место пока борются Аякс Шальке и Леон Бишекташ. Пока с небольшим отрывом, буквально в 1%, идет пара Леон Бишекташ. А Сельта Гянг, я так понимаю, неинтересно практически никому. 1,8%. Ну, наверное, в первую очередь голосуют за эту пару любителей испанского футбола или болельщики Сельты, которые наверняка есть у нас в стране, которые появились еще во времена выступлений в этой команде Мостового и Карпина. Ну что ж, пока что Андерлехт Манчестер-Юнайтед. Действительно, это самое интересное противостояние. Ну, а я готов с вами пообщаться. Прогнозы. Ваши варианты. 276-0-93-2 или 1-93-2. Телефоны прямого эфира Спорт-ФМ. Вайбер и WhatsApp 925-4-2-ки 93-2. Вот Тол нам пишет от матча Монако-Баруси. Ждем зрелищной игры и хоккейного счета. Не знаю уж, будет ли повторяться все время хоккейный счет, да, в матчах с участием Монако. Но, во всяком случае, команда очень любопытная. Команда бегущая. Команда молодая, самая главная и интересная. Вот здесь на портале ТАСС информагентства появилось интервью с вице-президентом Монако Дмитрием Васильевым. И он говорит, что в нынешнем сезоне для Монако приоритетом является французский чемпионат. Кстати, вот тоже любопытно. Есть звонки у нас? Дмитрий на Спорт.фм дозвонился. Здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня один вопрос и одно предположение. Хотел бы обсудить его с вами. Вопрос такой, то, что наши четыре футболиста попали в допинг-список Макларена. Как это может повлиять и повлияет ли, по вашему мнению, на проведение чемпионата мира и угрозе его переноса? Пока это никак не влияет. Они же, по-моему, давно уже попали. Ну, не знаю, только сейчас об этом прочитал, поэтому вопрос. И вопрос такой еще, не выглядит ли все так, что сейчас наши боссы футбольные отмоют деньги на строительстве стадионов, потом скажут забирать чемпионат мира куда хотите. Нет, чемпионат мира забирать куда хотите, так, естественно, никто не скажет, но это неумно, по крайней мере, да, даже если, как вы сказали, деньги отмыть, да, как этому процессу может помешать в итоге проведение чемпионата мира дальнейшее. Реклама Оторваться от земли, обогнать ветер, отправляйтесь в яркие путешествия за рулем кроссовера Сузуки СХ4 Только в марте Сузуки СХ4 с выгодой до 90 тысяч рублей и пятилетней гарантией Сузуки СХ4 Большие планы на весну Приложение ограничено не является публичной офертой и действует по 31 марта 2017 года Подробности на suzukidevizmotor.ru Скачай обновленное мобильное приложение от чемпионат.ком Твой персональный взгляд на спорт в индивидуальной новостной ленте Создай свой чемпионат Категория 18+. Мы изучили процесс трения в современных двигателях и совместили в моторном масле Матюль 800XClean FE5V30 безупречную защиту от износа и топливную экономичность Это наши опыты знания Больше информации на motul.com 16+. В Техносиле Только 100 часов 100 лучших товаров 100% выгодно До 20 марта телевизор Philips 32 дюйма всего за 13 990 рублей Подробности акции у продавцов-консультантов Техносилы Выбирайте свою цель Toyota создаст условия для ее достижения Только с 18 по 31 марта 2017 года Во всех дилерских центрах Toyota Станьте обладателем Toyota Corolla Toyota Camry и Toyota RAV4 на специальных условиях Предложение ограничено количеством автомобилей Подробности акции на сайте Toyota.ru в салонах официальных дилеров Toyota Toyota Легендарное качество Будь первым Спорт FM Будь первым До программы на все 100 осталось 15 минут А сейчас 100% футбола Да, сейчас 100% футбола на Спорт FM Рафик пишет У Баруси еще тоже частенько бывает и покрупнее чем у Монако хоккейный Я помню прекрасно Во-первых, они Бенфику обыграли 4-0 Да, во-вторых мы все прекрасно помним сумасшедшую игру против Легии Варшавской в группе где по-моему был установлен рекорд Лиги чемпионов 8-4 8-4 сыграла Дортмундская Баруси с Варшавской Легии так что там команды вообще играли без обороны что одни что другие но просто у Дортмундской Баруси конечно выше гораздо выше чем у Варшавской Легии уровень исполнителя в итоге Дортмундская Баруси выиграла со счетом 8-4 Ну а я приветствую Марию Терскую в студии это значит очередная порция новостей Маш привет Да, еще раз всем добрый вечер и завершился матч между Авангардом и Акбарсом это пятый матч серии 1-4 финала плей-офф континентальной хоккейной лиги Авангард сократил разрыв в общем счете противостояния встреча сегодня проходила в Омске завершилась она со счетом 4-1 у победителей дубль оформила Антон Бурдасов также отличились Николай Люмтюгов и Илья Зубов ну и таким образом счет серии стал 3-2 в пользу Акбарса шестой матч противостояния состоится уже в Казани пройдет он в воскресенье 19-го числа а вот полузащитник Терек Олег Иванов сможет сыграть в матч чемпионат России с московским ЦСКА если ему позволит состояние здоровья об этом сообщил генеральный директор Грозненцев Ахмед Айдамиров я напомню ранее Иванов на своей странице в инстаграм опубликовал фотографию на которой изображен на которой изображен он сам и при этом находится он в больнице с перевязанной рукой при этом подпись под этим фото была следующая всем привет я жив ну в общем болельщики сразу все переполошились но Айдамиров заверил что это всего-навсего легкое недомогание серьезных проблем у футболиста нет но что-либо конкретное клуб комментировать отказывается ну и напомню конечно же что матч 20-го тура чемпионат России между Тереком и ЦСКА пройдет уже в ближайшие выходные спасибо большое это были новости спорта от Марии Терской спорт.фм 100% футбола ну а мы продолжаем вместе с вами естественно обсуждать итоги жеребьевки Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА 276-0 93.2 или 1 93.2 это телефоны прямого эфира спорт.фм так что звоните я с удовольствием с вами пообщаюсь и послушаю ваши прогнозы в том числе в том числе и на матч Реал-Бавария да как мы уже знаем что 22 раза встречались команды друг против друга в европейских кубковых турнирах и это соответственно рекордная цифра такое уже устоявшееся противостояние Баварии и Мадридского Реала то есть никто в Европе чаще друг против друга не играл нежели Мадридский Реал и Мюхенская Бавария два супергранда в общем этим командам предрекали высокое продвижение в турнирной сетке Лиги Чемпионов но в итоге они вынуждены уже сразиться на стадии 1-4 финала тут пишут про шары которые в этот раз не нагревали но в общем я честно говоря очень скептически отношусь ко всем этим версиям ко всем этим теориям заговора и в общем жеребьевка может наоборот нагрели чтобы потом сказать что в этот раз не нагревали да вот дескать нате вам получите две пары с участием грандов в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов здравствуйте Игорь мне кажется что Ивентус пройдет Барселону я бы дал шансы 60 на 40 вот такое сообщение пришло но здесь шансы можно какие угодно давать понятно что пара совершенно непредсказуемая и как правильно сказал отметил Андрей Лаврентьев лучшая атака в Европе против лучшей обороны вот здесь портал голком соответственно по итогам уже матча 1-8 финала Лиги Чемпионов УЕФА составил символическую сборную и в эту сборную вошли три игрока Ювентуса соответственно там и Алекс Сандро и Бонучи кто третий не помню ну естественно из Реала кстати между прочим вошел человек как вы догадываетесь это Серхио Рамос я имею ввиду оборону так что действительно это наверное одна из лучших оборон в мире ну и в Европе естественно на данный момент Карл Хайнс Руменигия Бавария против Реала классика футбола шансы 50 на 50 пишет нам Тол но здесь естественно схожесть есть определенная да и та и другие и другая команды великолепно выстроенные с отлично поставленной игрой но напомню что в отличие от Мадридского Реала Бавария это по сути уже не ведет борьбу за чемпионский титул потому что это и в первом круге мало кто верил что РБ Лейпциг способен навязать борьбу мюнхенскому супергранду ну и дортмундской Баруси естественно тоже а что касается Мадридского Реала то борьба в национальном чемпионате продолжается борьба довольно таки серьезная и в общем если на протяжении такого большей части сезона Реал Мадрид уверенно лидировал то на определенном этапе я напомню там был такой отрезок где Мадридский Реал не мог набрать очки это как раз таки там были и матчи Кубка и матчи Примеры где Мадридский Реал потерпел поражение от Севили как раз таки в Кубке Короля где Реал Мадрид уступил Вигу и все заговорили вот он вот он пришел кризис для Зенедина Зидана и в общем-то это такая довольно таки серьезная проверка но ничего страшного Зенедин Зидан выкарабкался из этой ну не то чтобы ямы да там была победа над Малагой потом опять таки ничья с Эльтой ну и потом все пошло по нарастающему Мадридского Реала и на данный момент команда идет очень неплохо в испанском чемпионате пускай и отрыв от Барселоны весьма-весьма скромный но давайте вспомним уверенную победу над Наполи да когда говорили что неаполитанцы соответственно доставят серьезные проблемы Мадридскому Реалу но этого не произошло Реал в матчах против Наполи сыграл на классе на мой взгляд на классе и Наполи ну свою игру свою игру в итоге показать не смог и совершенно заслуженно Мадрид в итоге выиграл у Неаполя по сумме двух встреч выиграл заслуженно и выиграл весьма весьма уверенно посмотрим действительно все мы ждем конечно же вот этого противостояния Мадридского Реала и Мюнхенской Баварии ну а я приветствую в студии Алексея Золина ведущего программы на все 100 Леш привет да всем привет что у тебя сегодня будет в программе на все 100 но мы как и все в мире впечатлены тем что Мауринью передал Рохо во время матча банан у тебя на ужин банан будет нет у меня на ужин будет я надеюсь не банан сегодня да что-нибудь посущественнее вопрос немножко в другом дело в том что мы сегодня будем рассуждать о том что можно и что нельзя есть спортсменом можно ли есть во время матча и соревнований ну есть такие виды спорта в которых реально едят да в перерывах там теннис в перерывах я думаю в футболе можно есть ну вряд ли там кто-то ест да не ну можно же есть можно но зачем вряд ли Рохо во время игры ел а также в перерыве вряд ли кто-то ест я сомневаюсь да это нонсенс Игорь поэтому мы и будем об этом говорить я это видел впервые таку в жизни у меня с такой не встречалось лет мне много достаточно вот ну есть такие виды спорта где едят во время конечно это бейсбол теннис даже в теннисе не едят во время игры во время игры не едят тоже уже когда пауза перерыв едят olutions все-все-все игры едят во время игры вообще никто не ест Ароха ел Ароха ел Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова